Его первый рейс. Новый автомобильно-железнодорожный паром «Маршал Рокоссовский» заходит в порт Балтийск. Здесь, у этих причалов, он теперь будет регулярно швардоваться и разгружаться. Паром доставил в самый западный российский регион первые грузы. Сейчас на стратегически важной для России линии соединившей российские порты на Балтике работают два парома «Амбал» и «Балтийск». С вводом в строй нового, современного судна грузоперевозки морским путем увеличатся в полтора раза, до двух миллионов тонн в год. Судно впечатляет. 200 метров в длину, 27 в ширину. Скорость хода у Рокоссовского 16,5 узлов. Это больше 30 километров в час. В услуге на паром прошла первая накатка вагонов. Сегодня маршал Рокоссовский доставил в российский «Эксклав» из Ленинградской области продукты, питание, стройматериалы и другие товары, которые здесь так ждали. Сегодня прибыло 22 вагона, 27 единиц техники. Совершенно разные товары народного потребления. Груз в вагонах пришел. Это уже для наших промышленных производств. Европейские компании, выполнявшие контейнерные морские перевозки, пока приостановили рейсы в Калининград. Сухопутную границу Белоруссии с Литвой заблокировала многокилометровая автомобильная пробка. Паромная линия в этих условиях приобретает особое значение. Скорость погрузки у Рокоссовского в 4 раза быстрее, чем у существующих паромов. 5 часов вместо 20. Паром, названный в честь прославленного советского полководца, сможет выходить в море даже в сложных погодных условиях. И зимой, без сопровождения ледокола. Ледовая остановка сложная была, особенно в Финском заливе. В начале, с выходом из порта, это Лужская губа. Там плотный лед и довольно-таки серьезные проходы. Пришлось проходить с малой скоростью. Это первое в России судно, которое работает на двух топливных двигателях. Они могут использовать и дизельное топливо, и газовое. Сейчас достраивается и еще один современный паром генерал Черняховский. Два новых судна значительно повысят транспортную независимость Калининградской области.